Эта лекция подскажет вам, как лучше искать источник. Если вы нацелены на то, чтобы провести качественное глубокое богословское исследование, то без похода в обычную библиотеку, скорее всего, не обойтись. Вот вкратце несколько слов о том, как следует пользоваться теми многочисленными ресурсами, которые имеются в библиотеках. В состав справочного библиографического аппарата библиотек входят традиционные, то есть карточные и электронные каталоги, а также проблемно ориентированные базы данных. Обращаясь в библиотечный фонд, нужно правильно заполнять требования на нужные издания, строго придерживаясь при этом следующих правил. Первое. При заполнении требования на книгу пишите шифр книги, который указан в левом верхнем углу библиотечной карточки, а также фамилию, имя автора и название книги и ее выходные данные, то есть место и год издания. Второе. При заполнении требования на журнальную или газетную статью указывайте название журнала или газеты, где помещена статья, а также год и номер издания. В случае возникновения сложности всегда можно обратиться за помощью к работникам библиотеки. Ввиду того, что поиск печатной информации в библиотеке или в архиве не должен представлять большой сложности, особое внимание в данной лекции мы решили уделить вопросу поиска источников в интернете. Можно выделить три направления использования интернета для научной работы. Интернет как источник информации, интернет как средство обмена информацией, интернет как место размещения личной информации. Из всех направлений работы наиболее быстрое и ощутимое влияние интернет оказывает на информационно-библиографическую деятельность. Связано это с тем, что энциклопедические, справочные и библиографические источники трансформируются в электронную форму быстрее любых других видов документов. Дело в том, что согласно данным интернет-статистики, спрос на электронные ресурсы в настоящее время в 5-7 раз превышает спрос на печатные ресурсы. В отличие от поиска документов в библиотеке или архиве, поиск в интернете, например, через поисковик Google, не дает в руки пользователя непосредственно сам ресурс. При таком поиске определяется только то место, где ресурс фактически хранится. Это место называется адресом ресурса. Пользователю сообщаются все адреса, где находятся ресурсы, которые могут представлять для него интерес. Затем пользователь сам выбирает потенциально интересные ему адреса. Адрес ресурса называется Uniform Research Locator, то есть унифицированный указатель ресурса. Сокращенно его называют URL-адрес. Алгоритм поиска научной электронной или печатной информации выглядит примерно так. Первое. Разбить тему на разделы и подразделы. Второе. Определить перечень энциклопедий, словарей и справочников, к помощи которых можно обратиться за толкованием непонятных слов и понятий. Третье. Перевести информационный запрос на язык, понятный для информационно-поисковой системы. Для этого необходимо выделить ключевые слова, языковые и хронологические рамки поиска. Четвертое. Уточнить, нет ли готовой библиографии по теме или отдельным ее разделам. К примеру, это может быть какой-либо библиографический список литературы, тематическая картотека, база данных, прикнижные и пристатейные списки литературы, опубликованные за последние 2-3 года. Пятое. Если есть готовая библиография, необходимо ее дополнить новой литературой, просмотрев новые поступления литературы в библиотеку за последний год и информационные издания Центров государственной системы научно-технической информации. Например, Всероссийского института научно-технической информации, Винити, или Российской книжной палаты, или Института научной информации по общественным наукам. Шестое. Если нет готовой библиографии, необходимо выделить ретроспективный поиск информации по каталогам, картотекам и базам данных библиотеки, получающие обязательный экземпляр литературе в библиотеке ВУЗа, в котором вы учитесь. Затем следует пополнить составленный по каталогам и картотекам список информации, включенный в издание вышеперечисленных центров. Седьмое. Заключительный этап поиска информации заканчивается посещением выставок научных поступлений литературы в библиотеках и книжных магазинов города. Таким образом, в этом фрагменте мы рассмотрели возможности поиска информации. Продолжение следует...